Уважаемые читатели, сегодня наша встреча на интерактивной площадке «Подросток и закон». Любое действие регламентируется буквой закона, и все мы знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Мы предложили озвучить волнующие вас вопросы, которые были достаточно нестандартными, и сегодня на них отвечает руководитель правового направления юридической компании «Сфера интересов плюс» из города Мурманска Антонина Павчун. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте. Из массы поступивших вопросов мы отобрали 10 наиболее интересных. И первый вопрос нам задает Марина. Марина спрашивает, как долго учиться на юристы, и где в Мурманской области можно выучиться дешево, бесплатно? Почему я пошла именно в эту сферу работать? Как много законов надо знать юристу или обычному человеку? Все учебные заведения я перечислять не буду, но наиболее крупные из них это Мурманская академия экономики и управления, а также Северо-Западный филиал Московского коммунитарно-экономического университета. Средняя стоимость образования варьируется от 90 до 160 тысяч в год, и во всех университетах также есть бюджетные места. Стоит отметить, что юридическое образование предлагают и средне-специальные учебные заведения, но если вы планируете строить полноценную карьеру, все-таки я вам рекомендую оканчивать, получать именно высшее юридическое образование. Что касается конкретно меня, я окончила Мурманский государственный технический университет в 2006 году. Почему я избрала именно это поприще? Ну, потому что с детства мечтала стать юристом. Но законодательная база подвержена частым изменениям. Много ли законов нужно знать юристу, чтобы быть в курсе всего? Да, несомненно. Практикующий юрист должен знать все основные законы Российской Федерации, постоянно отслеживать изменения, которые вносятся в закон. Но, как говорится в стае поговорки, не столь важно все знать и держать в голове, но гораздо важнее знать, где найти информацию. Следующий вопрос от Ангелина. Ангелина спрашивает, нарушение прав школьника можно считать проблемой? Мне учительница моей оценки не говорит, а у нас конец триместра, и я не могу их узнать. А еще исправлять не разрешает одна. Как мне свои права в школе отстоять? Я же не могу даже свои знания подтянуть, ибо оценок не знаю. Ангелина. Как правило, педсостав, он заинтересован в успеваемости своих учеников, и поэтому никогда не препятствует доступу к информации об их успеваемости. Стоит отметить, что взаимоотношения в сфере образования регламентируются федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года номер 273 ФЗ. И любое отступление от прописанных в нем норм является грубым нарушением прав учащихся. Конкретно в вашей ситуации я бы посоветовала решить вопрос с помощью ваших родителей, поскольку родители являются вашими законными представителями. И в соответствии со статьей 44 закона родители или опекуны имеют право на ознакомление с оценками успеваемости детей. В частности, как исправить оценку, Ангелина интересуется. Что можно сказать по этому поводу? Ну, наверное, если оценка выставлена в журнал, то исправить ее уже невозможно, так как журнал является официальным документом, и исправления в нем запрещены. Поэтому исправлять оценку или не исправлять, это уже является доброй волей педагога, если только оценка не выставлена в журнал, а где-то находится в черновичке у преподавателя. Не так ли? Да, все верно. Далее вопрос от Виктории. От Виктории, да. Виктория интересуется, какие документы должны быть у человека, у которого вы хотите купить, снять квартиру, дабы не вляпаться. Виктория, для совершения сделки с недвижимостью, а именно купли-продажи квартиры, начнем сначала с купли-продажи, необходимо в первую очередь проверить личность продавца. То есть посмотреть его паспорт, прописку и удостовериться, что перед вами именно тот человек, который себя позиционирует именно как продавец. После этого у продавца необходимо посмотреть правоустанавливающие документы на квартиру. Что является правоустанавливающими документами на квартиру? Это может быть договор купли-продажи, либо если квартира была получена в наследство, то свидетельство о праве на наследство, на квартиру, либо договор мены, поскольку сделки с недвижимостью и в такой форме могут совершаться. В общем, любые документы, которые подтверждают право на недвижимое имущество. Кроме того, у продавца необходимо попросить правоподтверждающий документ. Это то есть документ, который подтверждает, что данная сделка с недвижимостью была зарегистрирована в Росреестре. Это может быть либо свидетельство о государственной регистрации права, либо выписка из единого государственного реестра недвижимости, в котором прописано, что данная сделка была зарегистрирована и установлена в законном порядке. Также на продаваемую квартиру должен иметься катастрофный паспорт. Перед заключением сделки купли-продажи необходимо получить свежую справку формы 9, то есть это справка о лицах, которые зарегистрированы на данной жилплощади. Ну и, кроме того, получить справку об отсутствии о применении. Я перечислила основные документы, которые понадобятся при заключении сделки купли-продажи, но в разных случаях могут понадобиться еще дополнительные документы. При заключении договора аренды недвижимости также следует убедиться, что арендодатель имеет право распоряжаться данной недвижимостью. То есть вам могут потребоваться также документы, подтверждающие личность, либо, если действует арендодатель не самое, действует его доверенное лицо, то необходимо иметь нотариально удостоверенную доверенность на распоряжение данной недвижимостью. Проверить право устанавливающие и право подтверждающие документы на квартиру. А вот еще такой интересный момент. Необходимо ли заключать договор аренды жилья? Да, конечно. Чтобы именно не вляпаться ни в какую плохую ситуацию, необходимо заключать письменный договор аренды жилья, в котором четко прописать права и обязанности сторон, желательно составить опись имущества, которое передается вместе с квартирой, состояние этого имущества, а также порядок оплаты и внесения арендных платежей. Также следует отметить, что после того, как уже квартира передана в аренду, необходимо четко следить за внесением арендных платежей и иметь письменное подтверждение. Это либо расписки получать от арендодателя, либо переводить денежные средства именно на счет арендодателя, дабы у вас впоследствии были подтверждения исполнения своих обязательств по договору. А договор обязательно заверять у нотариуса? В данном случае договор, что касается договоров аренды недвижимого имущества, они заключаются в простой письменной форме без нотариального удостоверения, но есть один такой аспект, что если договор заключается на срок более года, он подлежит обязательной регистрации в Росреестре. Договор заключается в двух экземплярах? Да, договор заключается в двух экземплярах, ну а в случае, если, опять же, как я сказала, он заключается на срок более года, то он заключается в трех экземплярах, в том числе для передачи регистрирующему органу. Далее она спрашивает Лиза. Какая правовая система больше бы подошла России? Романа Германская или Англо-Саксонская? Лиза, ответ на данный вопрос составит огромный научный труд. Поскольку мы ограничены временем, постараюсь коротко дать ответ на ваш вопрос. Основными отличиями данных двух систем является следующее. В романо-германской семье государство формирует нормы права. То есть суды при вынесении решений, они руководствуются, во-первых, Конституцией, федеральными конституционными законами, федеральными законами и подзаконными нормативными актами. Прецедентное право является в данной семье малозначительным, но тем не менее оно тоже в немножко видоизмененной форме также применяется в данной семье. В англо-саксонской же семье, наоборот, главенствующую роль имеет именно прецедент. То есть при принятии решений суды руководствуются не кодексами, как в Российской Федерации, а сборниками прецедентов, которые, в свою очередь, также имеют определенную иерархию. Что, в свою очередь, де-факто делают суды правотворческим органом. Стоит отметить, что в современном мире не существует государства, где четко определена та или иная система. В настоящий момент уже произошли смешения данных систем, произошла интеграция между правовыми нормами разных семей. Например, как я уже сказала, в России также частично применяется прецедентное право. То есть у нас есть такие понятия, как постановление Пленума Верховного Суда, которые, соответственно, изучают нормы права и говорят, как в той или иной ситуации необходимо поступать судам ниже стоящих инстанций. И постановления Пленума Верховного Суда, либо решения Верховного Суда, решения Конституционного Суда, они обязательны, в том числе при вынесении решений ниже стоящего несуда. Исходя из всего вышесказанного, дать однозначный ответ на то, какая система более подходит России, практически невозможно, так как каждое государство трансформирует правовые системы именно под себя, с учетом особенностей страны, ее истории, менталитета, религии и так далее. Спрашивает Марина. Если в школе ставят намного больше времени учебу, чем должно быть за день? Марина. Весь учебный процесс, в том числе и количество академических часов, четко регламентирован САНПИН 2.4.2.28.21-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. И любое отклонение от норм, прописанных в данном документе, является недопустимым. Ознакомившись с главой 10, гигиенические требования к режиму образовательного процесса, вышеуказанного САНПИН, вы сможете точно определить, нарушаются ли в вашей школе временные нормативы. Если нарушение имеет место быть, то данный вопрос должен решаться на уровне администрации учебного учреждения и родительского комитета. Ну а если на уровне администрации учебного заведения не получится решить данный вопрос, то тогда родители, как законные представители ученика, имеют право обратиться в соответствующие жалобы либо в управление образованием, либо в прокуратуру, поскольку прокуратура также является контролирующим органом. А я еще хочу добавить, что ознакомиться с данным документом САНПИНом можно в зале электронных ресурсов нашей библиотеки в базе «Консультант Плюс». Вопрос от Анастасии. Куда обращаться, если мне или родственнику отказывают в медицинской помощи? Анастасия, следует отметить, что необоснованный отказ в медицинской помощи является грубым нарушением конституционных прав граждан. Поэтому, если вам необоснованно отказали в медицинской помощи, вам необходимо обратиться с жалобой на имя главврача того лечебного учреждения, где вам было отказано, либо в Министерство здравоохранения Мурманской области. Для этого на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области есть соответствующая форма. Факт отказа в медицинской помощи, либо оказание неполной, некачественной медицинской помощи, является также основанием для подачи жалобы в прокуратуру, либо для обращения соответствующим искам в суд. Вопрос от Виктории. Какие документы можно ламинировать, где можно посмотреть перечень этих документов? В частности, Виктория интересует, можно ли ламинировать справку об инвалидности. Виктория. Прямого запрета на ламинирование документов нет. Оно существует ГОСТ, R54109-2010, защитные технологии, продукция полиграфическая, защищенная, общие и технические требования, в соответствии с которым государственные документы снабжаются определенными степенями защиты. Ламинирование в большинстве случаев делает невозможным проверку подлинности документа и, соответственно, делает документ недействительным. Единственное, допустимый вариант ламинирования документа – это изначальное ламинирование на производстве. Например, допускается ламинирование с НИЛСа, второй страницы паспорта, также загранпаспорта и так далее. Многие документы запрещено не то чтобы ламинировать, но даже и сгибать. По существу Вашего вопроса, который касается именно справки об инвалидности, стоит отметить, что перечня документов, подлежащих ламинированию, не существует. Справка об инвалидности ламинировать запрещено, поскольку она является защищенной полиграфической продукцией. И после ламинирования проверить, действительно ли это справка или нет, становится невозможным. Поэтому единственный выход – это бережно хранить справку в специальном файле, либо в какой-либо пластиковой папочке. Ну, а при обещании справка может быть заменена тем органом, который его, соответственно, выдал. Ну, я еще хочу добавить, что ГОСТ, который был озвучен в ответе на Ваш вопрос, можно с ним ознакомиться в базе данных «Консультант Плюс», который находится у нас в зале электронных ресурсов. Спрашивает Вика. Как понять, когда лучше всего забрать деньги с вкладов банки? Риск банкротства любого банка всегда есть. На какие тревожные звоночки стоит обратить внимание? Виктория. Для начала следует заметить, что слово «банкротство» банком не применяется. При закрытии банка действуют немного другие механизмы, не подпадающие под определение «банкротство». Существуют рейтинги банков по их надежности, которые составляются профильными агентствами. Они постоянно обновляются, актуализируются, и в настоящий момент самыми надежными банками являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Что касается ранних тревожных звоночков, к ним можно отнести негативные статьи в средствах массовой информации, несвоевременное предоставление банками отчетов по вкладам, задержка выплаты дивидендов. В общем, любые отклонения от нормы работы в деятельности банка. Финальным аккордом будет являться отзыв о лицензии у банка, Центробанком Российской Федерации. Но не стоит также забывать, что все вклады, согласно федеральному закону о страховании вкладов в банках Российской Федерации, застрахованы. На 2020 год сумма страховых возмещений в случае отзыва у банка лицензии составляет 1 миллион 400 рублей. Исключением являются специальные счета, которые называются «Искроу». По ним максимальный размер выплат составляет 10 миллионов рублей. Отсюда можно сделать вывод, что в случае, если вы все-таки планируете заключить договор банковского вклада, и у вас сумма превышает 1 миллион 400, лучше всего разделить данную сумму и вложить ее в несколько разных банков. Ну и, соответственно, заключать договор лучше с теми банками, которые действительно у нас в Российской Федерации являются надежными, и которые я ранее перечислила. Далее она спрашивает Елизавета. Ввели водительские права на велосипед при сдаче на категорию «Б». Автоматически получаешь права как на велосипед, так и на мопед. Однако человек не научился ездить на велосипеде-мопеде и попал в серьезное ДТП. Какие будут юридические последствия для такого водителя? Он ведь в автошколе только на авто учился ездить. Елизавета. Для начала уточним, что на данный момент права категории «Б» не дают право управления мопедом. Мопеды выделены в водительную категорию «М». И для управления мопедом именно необходимо получить права этой категории. Для управления же велосипедом никаких прав, необходимости получать нет. Поскольку у нас на велосипедах имеют право ездить лица, как несовершеннолетние, то есть до 7 лет, от 7 до 14, но и свыше. Там правилами дорожного движения предусмотрены различия только в тех местах, где данные лица имеют право передвигаться на велосипеде. Что касается водителей мопеда, поскольку для управления мопедом необходимо иметь права, то в случае, если такой водитель попадает в дорожно-транспортное происшествие, он, как обычный участник дорожного движения, несет всю ответственность, которая предусмотрена, соответственно, главой 12-й кодекса об административных правонарушениях. Что касается велосипедистов, то тут дела обстоят немножко сложнее. Как я сказала, получать специальные права на управление велосипедом нет такой необходимости, поскольку законом это не предусмотрено. Однако это не освобождает велосипедиста от ответственности за нарушение правил дорожного движения. За нарушение правил дорожного движения велосипедистам главой 12 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. Так, например, за создание помех в движении транспортных средств велосипедист может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. За прочие нарушения водитель велосипеда может быть привлечен к ответственности в размере 800 рублей. Если же данные правонарушения совершены велосипедистам в состоянии алкогольного опьянения, то размер штрафа достигает 1500 рублей. И, соответственно, статьи, по которым велосипедист может быть привлечен к административной ответственности, это 12.29 кодекса об административных правонарушениях, а также 12.30 данного кодекса. Антонина Владимировна, совсем выше сказано, как Вы думаете, необходимо ли ввести нормы, которые обяжут велосипедистов получать права на управление этим средством? Поняла Ваш вопрос. С одной стороны, конечно, введение прав на велосипед автоматически лишит возможности права управления велосипедом лиц, которые не достигли возраста 14 лет. Но, с другой стороны, полное отсутствие какого-либо обучения, езды именно на велосипеде, а также изучение правил дорожного движения и систематический выезд велосипедистов на проезжую часть провоцирует много дорожно-транспортных происшествий, в том числе с летальным исходом. Введение закона об обязательном получении водительского удостоверения для велосипедистов предлагалось на рассмотрение в Госдуме, но было отклонено, я так полагаю, именно по этим основаниям. Возможно, через какое-то время подобные законы будут введены, но сейчас и в ближайшем будущем этого ожидать, я думаю, не стоит. Спасибо. Опять вопрос от Лизы. Будут ли внесены поправки в Конституцию РФ о верховенстве закона РФ над международными договорами ущемлять права иностранных граждан, временно пребывающих или имеющих вид на жительство на территории Российской Федерации? Лиза. Внесенные поправки в Конституцию никоим образом не могут отразиться на правах иностранных граждан, поскольку на территории нашей страны они обязаны руководствоваться и соблюдать законами Российской Федерации. Тут стоит отметить, что так было и до внесения указанных поправок в Конституцию. Антонина Владимировна, большое спасибо за содержательные ответы на интересные вопросы. Пожалуйста, мы всегда рады вам помочь. Обращайтесь.